Во имя Отца и Святого Духа. О посте. Понятие посте у людей сегодня совершенно неправильное. А почему? Потому что не Слово Божие учатся, а учатся друг от друга, и от тех людей, которые Слово Божие тоже не любят. Понимают так. Другие иначе считают, до звезды нельзя, как мусульмане. А потом до утра ешь хоть барана целого. Все разрешается. У нас меню меняется. Истинный пост означает воздержание. У израильского народа было 4 поста по одному дню. И пост это всегда печаль. Когда праздник был, они пекли много хлеба, много скотины, каждому по куску мяса давали, а пост не ели. Пост настолько считался важным делом, что если кто нарушал его, подвергался смертной казни. Была война с туристемлянами. И чтобы одержать победу, первый израильский царь Саул заклял народ до вечера, чтобы никто ничего не ел, чтобы одержать победу над злейшим врагом, который все истребляет. А сын Иоаннафан не знал про это. И через него началась победа. И когда вечером попросили Бога, Бог не отвечает. Было понятно, что согрешили, и Бог отступил. Кто? Саул сказал, царские, все, которые дети, семейство, отойдите в сторону. И Бог указал, вино на царское семейство. Кто? Иоаннафан тогда и сказал. Где? Где? Вкушая, вкуши, мало меда, и вот я умираю. Это эпиграфом Лермонта взял цири, когда он на свободу вырвался, плененный, и должен был умереть. Он увидел пчелы, палку сунул туда вверху, намотал, просветлели глаза его. А слуга сказал, рядом с ним, а отец заклял. Неразумно поступил отец, если бы мы кусили, мы бы более сильные были, победили бы. Вот здесь дьявол накидывает две петли на человека, говорит Иоанн Заталус. В первую очередь неразумная клятва, и второе неразумно и выполнить. Он сразу же приказывает казнить сына. Но народ впервые восстал против царя, не отдадим. Через него победа пришла. Вот как смотрели на посты, на обещания, клятвы, данные перед Богом. Вот в Библии 77 книг. Самая большая по объему псалтырь. Самая молитвенная псалтырь. И начинается с чего? Блажен человек. И дальше перечисляется. Какой он блажен человек? Как он будет выглядеть? Как у него все сходится? Он успеет все сделать? И листь его не вянет? И об этом же молитве мы слышим об этом. Человек верующий успеет, и при том многое, если поступает по Слову Божию. Кто когда установил посты? Вы поставьте задачу узнать. Есть такая книга, она тысячу, кажется, страниц. Скабалинович, профессор Киевской духовной академии до революции. И он показывает пост празднования Покрова Божьей Матери. Восьмой век. Ни день, а век. Восемьсот лет люди не празднуют, не знают, живут и спасаются. И под определенные цифры подгоняли все искусственно. Двунадесятый праздник. Кто? Православность спросить. Главное, это Покров. А с чего вы взяли? Ну, все так знают. В каждом городе Покровский собор. Покровские фамилии. А это событие было в Греции. И видел видение, это один неуродивый только. И показалось еще своему ученику. А было или не было, никто не утверждает. Греки вообще его не признают. А это от Греции, я не раз говорил. Если по слову Божию, где постились? Там, где было очень трудно. Где народ был приговорен к казни. Это мы видим в книге пророка Ионы. И он сказал еще 40 дней, и неделю погибнет. Еще. И никаких альтернатив. Она погибнет. И сказал, ну если покаетесь, то не погибнет. Этого не было сказано. И при том совершенно неопределенный конец был. Но царь понял. Игры окончились. Объявляет пост себе. Кошкам, собакам, животным никому не давать ничего. И пеплом посыпать. И написано, и Бог услышал. Что? А далее написано. Не пост увидел. Особенно ярко подчеркивает святой Иоанн Заталус. А увидел, что отступили от злых дел. Они отворили тюрьмы, должников выпустили. Бог это увидел. И Господь сказал. Враг дьявол около вас все время, как рыкающий лев. И победа возможна одним оружием. Пост и молитва. Кто придумал это оружие Божие подменять другим? Любому понятно, что Бог сказал единственное оружие. А люди говорят, это не оружие. Это можно сказать человек, который анафем на голове носит. Галатам 1.8 Если кто, ангел с неба сойдет, или мы все апостолы, и будем говорить не так, анафема. 1 глава, 8-9 стих. Анафема. Кто не любит Господа, анафема. Эти анафемы мимо нас никак не пройдут. Мы утонули в этом совершенно. Вот когда здесь считаются двери, двери. Все понимают, сейчас шторку там. Это в каждом храме. А речь-то идет уже не об этих дверях. А те, которые входные, двери. Прямозности двери, двери, диакон. Смотрители обязаны пройти, посмотреть. Кто не крещеный, выйдите калашинами. Кто за грех отнущенный, выйдите. Двери запереть надо. Двери те. Я спрашиваю людей, допустим, 100 человек ни один не знают. Почему? Они учат. Я тебе сказал, ты понял сегодняшнего дня? Один раз, и человек это узнал. Так и здесь. По слушанию агрии дороже поставим молитвы. Я говорил перед монахами, а они с благоговением слушали до этого места. А после этого чуть камни не схватили меня побить. Я говорю, это монахи придумали. По слушанию человеку дороже того, что Бог сказал. И вот есть сейчас проповедник такой у православных, очень известный. Протоиерей Андрея Ткачев. Вот он говорит проповедь, небольшая, стоит перед народом. День пророка Ильи, храм наполнен. Храм 500 человек. В воскресный день пришел, едва 50. Вы что думаете? Пророк Илья придет вам, подвинчивает голову, вот я его слова беру. Да где это видно, чтобы человеком спасали? Спасение от Бога. Асана вышних. Вышних от Бога спасение. Асана означает спасение. Вы почему так делаете? Христа в воскресенье пренебрегаете, а думаете своими силами войти? И это не получится. Матрона говорит, набитых в храме. В воскресенье Христово пришло, кто куда разбрелись. Я к этому могу добавить, только это вы их такими сделали. Вы. Сектанты знают. Сектанты, которые не в церкви. Вот у нас как рубеж какой, революция. Вот до революции дело такое. Я был в Америке, беседовал с Синодией. Я говорю, вы, как содержите бюро, как при царе было. Вы отвечаете за эти слова? Митрополиция, епископ. Конечно. То есть вы утверждаете, можете подписаться. Мы верим, продолжаем дело, которое было до революции. Да. Я говорю, к стенке всех. Вы царя подвели. С семействами, с княжнами. Все расстреляли. Это вы подвели к этому? Народ Бога не знал совершенно. Готовится перевод на русский язык Библии в 1876 году. А крещение-то тысячу лет назад было. Совершенно народ не знал. Мы Евангелие не знали. Псалтира у нас была на славянском языке. Не знали. И их спрятали. А не зная Евангелие, ты не знаешь, как правильно поститься. А я пащусь. А дьявол говорит, а я вообще не ем. Чем ты меня удивишь? Макария разговаривает с дьяволом. Дьявол постится день и ночь. Тысячу или миллион лет. А я молюсь. Он говорит, и я молюсь. А как он молится? Как человек молится, он повторяет его слова. Псалом в житии Абраме пропел так, что кажется, небо соединилось с землей. Он тоже. А почему? Бог меня ненавидит. Он говорит, смирение надо. Терпеть не могу это слово. Его затрясло дьявола. Вот что. К посту смирение. К молитве смирение. Мало что ты научен так поститься. Почему церковь постановила поститься в среду? В среду, согласно предания, выходящего из священного писания, Иуда сделал заговор. Против Христа пошел, договор сделал. Ему дают деньги. Пятницу он распад. Вот эти памятные события церковь отмечает. Почему католики отменили? Церковь установила 69-е апостольское правило. 40 дней пост один был установлен. Один. Вы сами себя вот так проверьте. Где-то из церкви ходящим людям задайте вопрос. Скажите, а какой самый большой праздник? Пасха. Да, понятно. А зачем пост перед Пасхой? Когда радостное событие. А для пятницы Христос умер. Этого не было. Но церковь установила, И мы эту четыре десятица должны строжайше исполнять. Как церковь предписала. А остальные посты потом, спустя столетия. И четыре причины, Пеофан Затворник говорит, Почему люди не постятся? По нужде буду я поститься. Это первое, говоришь, да? Но церковь знает нужду. Установила когда? Ну, когда нужно будет тебя помолиться. Это вредит здоровью. Он говорит, пока никому не повредило. И вычисляет третье. Остается, говорит, одна причина. Не хочу. А против этого резону нет. Но хочешь или не хочешь, умрешь. Тебя бесы потащат в ад, демоны. Хочешь, не хочешь, ты пойдешь. Вот мы услышали о посте. И о посте каком? Четыре поста. Я вопрос задаю. Какой самый важный пост? Так, это, что же, успение Божьей Матери, она умерла. А какая печаль? Когда она зашла на небо, и церковь сохраняет предание, что телом вознеслась. Какая печаль? Нет. А зачем? Да еще мало того строгий. Да мало того, как будто кусочек взяли от Великого Поста. Нигде нет этого. Нигде. Это все придумали люди. А как? Я соблюдаю так, как есть. Как говорят. Но мы-то должны знать. Для себя мы должны это знать. А то мы старый обрядцы. А какой обряд? При Владимире тысячу лет спустят апостол. Ты узнай тот обряд, который был тогда. На него сошлись и скажи, мы получили вот такой-то. А потом Никон изменил. Такой-то 1656 год. Переломный момент в жизни Российской Церкви. А теперь посмотри. Другие называются древни православные. Какие древни? Через тысячу лет? Ты спроси первые апостолы, как веровали. Спроси Марию Магдалину, Петра. Когда мы говорим о посте, о воздержании, то святые говорят, и в раю был пост. Вот это можно, вот это нельзя. Дерево воздержание. Отроки, которые с царского стола не брали. Это тоже пост в Сидрах, Месаха и Абдинага. Это тоже пост. Мы должны наизусть заучить хотя бы некоторые места Священного Писания. Евангелие от Яна 12.48. Четко и ясно произнести. Господь говорит, я не сужу вас. Не я. Мы знаем, что Господь судья строгий, неподкупный. Он говорит, не я. Слово, которое я говорю, оно будет судить тебя. Слово, которое говорит Иисус, которое в Евангелии, оно будет судить. А раз оно будет судить, все остальные вопросы отодвинуты. Как я могу подражать кому-то, если не знаю, угодно это подражание или нет. Я задавал мне однократно эти вопросы о посте. Вы знаете, какой самый большой праздник? Начинают люди здесь умом качаться. А первоапостольская церковь, она не знала ни одного праздника, только один, кроме другого. Что? Богоявление. Его соединили с Рождеством Христа в один день. Почему? Главное. Главное после молитвы для того, чтобы ты был обречен силой Духа Святого и шел на проповедь. И сказал им Христос, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это главный праздник. Это богоявление. Христос явился. Вот для этого пост. Апостольский пост, вот этот Петров, его не было. Его установили самый, по сегодняшему сказать, обманный пост. Люди вообще не знают, от чего поститься. Показнили и ходили в разные года. Эта церковь свела в одно время Петра и Павла. В разных годах они закончили свое земное поприще. А как тогда подражать? Как церковь установила? Взирайте на их жизнь. У них был пост и молитва. И они, написано, постились, молились и возложили руки, и благословили на проповедь. Я разговаривал со старообрядцем один раз. Скажите, у вас было, когда эти объяснения Петрова поста? Нет. Так он для проповеди. А вы против проповеди день и ночь воюете. Самое темное общество. Как? Лежало тысячу лет, пусть лежит. Я разговаривал не с кем-то, с митрополитами. Ну почему не посылаете на проповедь? Так аналог еще не понимает. Так научите его. Любой сектант и свидетель Иегова идет от дома к дому, от двери к двери. Самая быстрая растущая секта. И самое быстрое, никуда не угодно, это православие. Уничтожающиеся верующие. Православные. Православные. Чуть 85% кажется признают себя православными здесь. В России за время перестройки убили. В утробе матери стоило 20 миллионов. Мы на кладбище находимся среди убийц. Мусульмане, которые Христа называют висцом, только за пророка его считают. Они ни одного аборта не сделали. У них в среднем женщины всех взять, поделить, 8,1 ребенка. У русских 1,8. Наоборот цифры стоят. Отец Дмитрий Смирнов говорит, здесь будут другие люди жить. Это и так понятно. Мусульманство приходит через 6 столетий. В 632 году уходит из жизни Мухаммад, основатель этой религии. За 600 лет не послали ни одного проповедника. Как пишет Андрей Кураев. 6 столетий за дня в день монастыри, монастыри за стены прятали, ни с кем не разговаривали. 2 миллиарда под боком. Сегодня они пойдут воевать некому. Да и не надо. Зачем такая нация нужна? Нация убийц. А почему апостола настоящего не было? Пост Петров, вот этот, который называется. И постились, и благословили на проповедь. А так говорят, я не апостол. Если вы не идете, то напрасно на проповедь не идете, то напрасно все остальное. Начинается с этого. Первый апостоль, когда церковь празднует Благовещение, это открытая проповедь Христа. Явление Христа народу. То есть 30 лет ему, и он выходит на проповедь. Проповедь. Для нее пост, для нее молитва, для нее смирение, для нее знание, для нее изучение книги Святой Библии. А вот против Библии, как воевали, это трудно сказать. В Греции перевели Библию на греческий понятный язык. По благословению патриарха. И истинные, как они называют, православные, убили его патриарха. Убили патриарха. Когда считаешь, что это что-то, может, ошиблись, написали. У православных ни под каким вином не давать Библию в руки. Зная Священное Писание, человек правильно молится и правильно постится. Я искал в литературе, наверное, тонны перелопатил. Наконец нашел. Филарет. Акфитеатр. Подходит к императору и говорит. Ваше императорское величество, нельзя Библию народу давать. Ну почему же? Везде Библию считают. Там уже перевел и лютер, и... Уиклиф перевел в Англии. Нам нельзя, русский народ. Нельзя ему давать Библию. Почему? Сразу будет революция. Какая? Люди поймут. Родственники все шли не в том направлении. И это вы сделали. До конца эту ложь. И представьте себе, профессор Духовной Академии спрашивает студента. Вы понимаете, что изучаете? Все поднимают руку. Не понимаем. Не семинария, а академия. Вы имя профессора хорошо запомните. Герасим Петрович Павский. Вот кого канонизировать надо было. И он сам переводит. Знаток языка такой, что для еврейских школ пишут учебники. Выше этого, я Александр Мения спрашивал, вы могли бы так перевести? Он даже от меня отшатулся. Таких переводчиков нет сегодня. Это дар Божий. И это дар Божий. Он применяет на деле. Переводит, налитографировали студенты. Пятьсот экземпляров. Церковные власти узнали. Немирские. Немедленно в область. Сжечь все экземпляры. Два или три экземпляра все-таки успели спрятать где-то. Потом они сгодятся, когда будут. Он пропестан. Воспитатель царских детей. Выше учителя не было. Отовсюду всех постов сняли. Его едва-едва, может быть, от смерти, от тюрьмы спас сам царь. И кто церковники. Поэтому, чтобы ссылаться на что-то, мы должны знать, как оно было вначале. Пост был для того, чтобы люди облеклись силой свыше. Своё я задавили. И дали место Богу. Чтобы исполнились благодати Духа Святого. И пошли на проповедь. Два миллиарда мусульман потеряли. Это православные были бы. Они очень ревностные. Как сошлись опять на грея Кураева. Они говорят, религиозно талантливые. Они не сидят на месте. Они все время думают, как это сделать. Как лучше уважать родителей, стариков. У них это поставлено. У них сто процентов сохранности девственности до брачной ночи. Сто процентов. Я разговаривал не с простыми мирами, а с мулами, имамами. Нам сравнивать-то нещем. Китай сегодня два миллиарда под боком ворочает. Это тоже два миллиарда. Послали кого-то? Ни одного. А зачем? Стены, мандры. Мандры по-грешски стены. А там архимандрит. Он караулит их. Разговаривать нельзя. Это антиевангельское учение. Антихристовое учение. Апостолы молились. Просили Бога. И однажды они делили что-то там. И кого-то, ну, свои там, которые. Побольше кусочек дать где-то. Было возмущение. Мы читаем шестая глава. Деяния апостола. И тогда, говорит, нехорошо оставить Слово Божие. Изберем избранных людей, исполненных Духа Святого. Раздавать обед. Что купить? И то надо исполненных Духа Святого. Среди них был Стефан. А остальные, нехорошо оставить Слово Божие. И они понесли его в миру. Андрей, как говорит предание, первозванный. Он первое. Раньше Петра был признан Христом. Дошел до Киевских гор. Петр, его особо почитают католики. В Арфоломею пошел. Куда пошел? Там, где Марк будет трудиться. А где Фома? В Индию. Вся Индия обратилась. Понимаете? Когда считаешь, ну и считаешь, житие Барлама и Асапова. Житие книги, житие святых Демитра Ростовского. Вся страна готова поклониться Христу. А я в монстры пойду, пойду искать учителя. Он царский сын. За ним идут, его плачут, уговаривают. Мы потеряем веру. Отстаньте от меня. И он ходит три месяца по горам, по холмам, по пустыням ищет своего учителя. Народ пошел к язычеству. Уже обращенный народ был отброшен. Речь идет о миллионах. А после этого, когда это было, это миллиарды прошли с первого века. Нам есть о чем плакать. Когда мы шли на свидетельство? Сегодня так легко свидетельствовать. Евангелий много, Библии много. Я не вижу, тут брат был, недавно приходил. Где-то он что-то продает там где-то и говорит. Он продает просто там свою продукцию или покупает. И говорит, как дать им Евангелие где? У нас всегда полно. Он заботится. Начинаю ему подражать. Это наш брат, он здесь находится сегодня. Кому ты последний раз возвестил о Голгофской святыне? О кресте? О его любви? О пролитой крови? И истинный Господь наш через вот этот Петров пост подводит нас. Самый важный пост. Потому что Христос воскрес. Там еще... Я не могу там вмешаться никак. Рождество, он родился. То есть, участия моего никакого там нет. Только просить, чтобы в моем сердце Господь отобразился. Успенский вообще никакого отношения не имеет. Ко мне лично имеет только Петров пост. Самый для меня печальный. Дети приезжают целый месяц, я не могу ничего дать. Хотя молостов у нас всего полно. Но одно то, что он для проповеди говорит, он стоит на своем месте. Такой трудный момент. Люди напокосили, где помни, пост для того, чтобы тебя Дух Святой объял. Чтобы ты говорил кому? Где ты там бываешь на поле? Кузнечикам говори. Всякой твари. Я вспоминаю, один человек был, бывает какая-то анкета. Ну, кто у тебя самый любимый? Поэт там, политик. И вот спрашивают. Кого? Карла Маркса. Кто самый для вас? Филлер Хэнгельса. Кто самый для тебя ненавидимый? Он ответил, Чарльз Перджин. Он король проповедников считался. Не православный. До конца, я не знаю, может быть, Англиканская церковь была. Он не мог жить. Окно открыто, никого нету, еще не собрались. Он стояли ложки, он поставил две ложки, начинает им говорить. Вы только о себе думаете, только о себе подгребаете в широкий рот. А там нищие есть, а там как раз сидят под окном, выпивать собрались. Один сразу завернулся, сюда обошелся. Первый проповедник будет. Проповедуй, где ты есть. Серафим Саровский с кем разговаривал? Какой медведь приходил? Святые проповедовали всей природе. Они не могли молчать. Если мы это не поняли. А сегодня через интернет, как много людей приходит. Вот у меня каждый год, вот нынешний крещение в прошлом году, а только через интернет приходят люди. Так приходит малая частичка тех, которые обратились. Мы говорим, ищите там в Германии, во Франции, в Испании, откуда люди приходят. Ну ищите там. Кто-то едет на Афон. На Афоне, сказать ей, воин Лухаев, Сынецкий, вот это мочение, совершенно за крещение не признавал. Они крестили их, как совершенно некрещеных. Итак, самый важный пост для нас, живущих, это тот, который сейчас заканчивается. Люди обычно говорят, Пасха это куличи и яйца. А Пасха это путь Марии и Магдалины. Давайте все-таки к первой истоку вернемся. Как это было? При самом начале. При самом начале имеет начало указание на Петров пост. Для благовестия. Мы постились. Если не постились, начинай пост. Господи, я многого не знаю. Хотя один час в день уделяй Библии. Хотя один час уделяй молитве. Ты пойми, что все куда-то уйдет. Самая главная притча Христа как раз о том, что для нас близко. Это вышел сеятель в сеть. Вышел рыбак, потянули в сеть. Ну так это все понятно. Будь рыбаком. Будь настоящим сеятелем. Будь настоящим проповедником. И что уже трудно же говорить, будь. Как Бог даст миссионерам. Миссионерские отделы нельзя создать. Можно что угодно создать, кроме миссионерского отдела. Почему? Я вам за то, что это труд Духа Святого. Ты должен понимать, что в человеке. Какой именно стих открыть и ему прочитать. Сегодня придумали среда, пятница, еще и понедельник. Я все перелопатил. Нигде понедельник, а ни один святой не говорит. Почему? Не зная истинного благовестия, люди еще думают этим путем. Пускай постятся. Но идите на благовестие. Дивный наш Господь да благословит нас, чтобы восстановил нам миссионеров, трудящихся в Духе Святом. Аминь. Аминь. Аминь.